Привет, друзья! Меня зовут Декстер. До Нового Года осталось 10 дней, и в этом году вам однозначно полюбилась рубрика про колпачки. Решил сделать вам новогодний подарок и арендовать для сегодняшнего ролика про колпачки ламборгини. Я из-за шаринган, как и тача. Я танцую миллиард на крыше твоей тачки. Завдал твоей тачки. Итак, что я сегодня придумал? Сегодня мы жестко пранканем нашего с Ирой подписчика. В чем суть? Этот подписчик выиграл в конкурсе у Иры на съемку в ее сниппете. Сегодня он придет сниматься в ее сниппете на фоне этой самой ламборгини. Но ламборгини типа просто так стоит, она ничейная, у нее нет хозяина, но по факту в ней будет сидеть хозяин. А моя задача сегодня будет подставить школьника, потому что я ему передам вот этот вот рюкзак, попрошу за ним последить. В этом рюкзаке будут лежать колпачки от ламборгини. Вот они, собственно, и колпачки. Думаю, связать все несложно, школьнику придет просто вот так вот, выйдет хозяин его, потом я выйду, потом... Короче, сегодня будет скам школьника, жесткий пранк над ним. Ставь обязательно лайк, подписывайся на канал, а сейчас настало время познакомить тебя с хозяином ламборгини. Знакомьтесь, друзья, это мой приятель Артур. Здорово. Сегодня он сыграет владельца машины ламборгини Урус. Как тебе тачка, чувак? Вообще классно. Нравится, да? Да. Скоро она стоит? Миллиона двадцать пять, наверное, да? Да больше. Ты уже чувствуешь себя владельцем? Конечно. Сегодня тебе нужно будет просто надругаться наш школьником за то, что он скрутил у тебя колпачки с этой тачки. Сделаем. Максимально жестко, чувак. Можешь даже в багажник его положить, не знаю, прям открой багажник, скажи, залезай в багажник, сейчас я тебя буду увозить. Без проблем. Я в тебе не сомневаюсь. Уф, ребят, смотрите, как тут офигенно в салоне этой тачки. Это просто... Она такая яркая, красивая. Ламборгини Урус, чуваки, просто. Как у Егора Крида просто, вы посмотрите, это охренеть можно, да, Лид? Так, режим курса, ребят, поставил. Ну-ка попробуем. Короче, ты готова, сейчас уже скоро с минуты на минуту придет школьник, тебе нужно его заскамить вместе со мной. Ты вообще рада, что снимаешься в колпачках? Да, заскамим мамонту. Заскамим мамонту, но не мамонту, он реально школьник, типа. История будет такая, что он пришел к тебе на съемку сниппета, и... Ну, у тебя потом просто будет трэш. Моя задача была просто скрутить колпачки с этой тачки, чтобы когда владелец вышел, он просто тыкнул носом школьника, где колпачки, потому что ни одного колпачка на тачке не будет. Только что, ребят, перегнали машину вот сюда, она будет стоять здесь, вот, и встреча будет происходить где-то вон там. Школьник придет уже с минуты на минуту, нам осталось теперь только скрутить колпачки с машины, для того, чтобы было понятно, что они из нее скручены, чтобы было за что предъявлять, как говорится. Блин, на самом деле, скручивать колпачки с ламбы УРУС довольно-таки приятно. Блин, это как распаковывать новенький iPhone 13 Pro Max, я вам клянусь, ребят, снимать колпачки с ламборгини УРУС, это вообще топ, каждому советую хоть раз в жизни это сделать. Конечно же, это шутка, ребят, но если вдруг вам повезет, и вы скрутите, то вы заработаете реально очень много денег. Блин, Артур, это было очень стрёмно, меня на самом деле очень даже трясло, я сейчас думал, что выйдет из-за угла Рахима, да, с ней пи***. А кто такой Рахим, скажи лучше. Я из-за шаренька. Ладно, окей, всё, ждём школьника и начинаем, ты готов, да? Да. Давай, чувак, не подведи. Мы начали ждать школьника, кстати, школьник должен был встретиться только с Ирой, и о том, что я буду там находиться, он вообще не знал, и я даже не знаю, знает ли он меня. Так что я спрятался за углом, мы ждали 15 минут, и, наконец, школьник объявился. Чуваки, он только что прошёл прямо передо мной, он, видимо, меня не заметил, либо он меня не знает вообще. Я тут стою, жду, короче, своего выхода, своей передачки колбачков, это будет, конечно, вообще предвкушение. Алан, Алан, привет. Привет. Ничего себе, я тебя узнала, только на аватарке видела, всё равно я узнала. Ты чего? Ничего, ничего. Я Ира, помнишь меня? Я помню, да. Я тебе ещё раз хотела поздравить с тем, что ты выиграл, и сегодня будешь сниматься со мной в сниппете. Круто, я очень рад, эмоции. Да, реально? Первый раз. Блин, так круто. Смотри, сегодня, сейчас тебе кратко объясню, что мы сегодня вообще будем делать. Давай отойдём немножко от этого машины. Вот, мы, короче, сегодня будем снимать сниппет на мой новый трек, грубо говоря, в формате тиктоков. Вот, будем, не знаю, ну, короче, движение я тебе покажу, вот, там будет ещё много всего произвольного. Я думаю, короче, здесь тачка постоянно стоит, вот, и мы можем прямо на фоне неё... А это чья машина? Я не знаю, но просто, я просто знаю, что она здесь всегда стоит, поэтому, типа, бесплатная локация красивая. Сейчас только дождёмся Егора Декстра. А когда он будет? Вот, он, ну, он сейчас подойдёт, он просто должен помочь нам снять. Хорошо. Вот, поэтому ждём сейчас, ещё буквально пару минут он должен уже подойти. Школьник меня знает. И рассказал ему, что я буду на съёмке. Он такой, а, да, типа, Декстер будет. Уф, ну, так будет даже повеселее. Настал мой черёд выходить. О, капец, холодно, конечно, сегодня, это жесть. Ну, сейчас уже он должен подойти, в принципе. Офигеть. Здорово. О. Привет. 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 Поможешь нам сегодня снять? Ты будешь сниматься, да? Слушай, а ты прикольнее выглядишь. А можешь шапку снять, посмотреть, как ты выглядишь вообще? О, вообще какая, да. Слушай, ты реально подходишь. Потому что у Иры трек как раз-таки такой, знаешь, безбашенный. И, ну, типа, как раз-таки нужно будет снять клип безбашенный. Если ты будешь, типа, стоять вот так вот, вот с своими волосами. Да-да-да, чувак, вот так вот. Если будешь так стоять, трясти его волосами, ну, у тебя получится круто. Сейчас будем снимать. Просто саму тачку нашли, которая здесь постоянно припаркована. Да, я уже показала, бесплатная локация. Можешь, пожалуйста, подержать? Можешь, пожалуйста, подержать? Ты куда? Сейчас гоняй в туалет быстренько, вон, в кофекс. И приду, окей? Подержи, пожалуйста. Алан, да? Да. Все, мы пока снимаем, начинаем, да? Ну что, передачка состоялась. Я ушел минут на пять, а Ира пока начала объяснять школьнику на фоне этой ламборгини, какие движения в ТикТоке нужно делать. Короче, смотри, я думаю, я буду, типа, слева где-нибудь стоять, а ты будешь справа. И там Егор сейчас придет и подснимет близкие кадры, вот. Сначала ты головой будешь трясти, а потом я что-нибудь, типа, ногами буду делать. И как раз потом с клеем будет очень прикольно выглядеть динамично. Господи, как холодно, когда уже Егор придет. Так, ну что здесь скрючет? Здравствуйте. Здравствуйте. Да нет, мы просто разговариваем. Разговариваете? Да. А я смотрю, у меня колпачки скрутили. Очень жаль. Пока я спал. Очень жаль, это не мы, если вы подумали на нас. Ну а кто еще? Кроме вас здесь никого нет. Стоим здесь. Ходили вообще колеса. Показывай карман. Нет, не буду показывать. Мы просто здесь стояли. Сказал, показывай карман. Не буду я показывать карман. Зачем? 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 Вы спали, а мы здесь просто стояли. С чего вы еще подумали, что это мы-то? Кроме вас здесь никого нет. Может, вообще придумываете. Показывай руку. рюкзак зачем делать что вы делаете рюкзак пока вот такой чтоб вещи забирать зачем вы забираете рюкзак дайте вы рюкзак вы что делаете мужчина это не ваша вещь это отобрал у него мой рюкзак вы это видели кстати школьник отдавать вообще мой рюкзак не хотел прям силу и вот так вот все равно отобрали там наши вещи отдайте нам рюкзак там нет никаких ваших вещей все взяли смотрите там холодно очень сильно холодно вопросов она это что такое пойдем я стоял за стеклянной дверью в кофексе наблюдал что происходит он взял его за штирку просто повел за тачку что-то тычет что-то объясняет ему кричит на него я уже начал понимать что челику скоро скучно будет на него гнать поэтому я решил вписаться в их разговор и лишний раз сказать то что рюкзак немой и я впервые вижу этого школьника здравствуйте здравствуйте это его рюкзак это его рюкзак и рюкзак что такое случилось что произошло колпачки нашел от скрученого скручены какие колпачки от моей машины машины мужчина вышел сказал что колпачки скрутили и вот в уалана в рюкзаке нашли колпачки и корр ты мне дал сам рюкзак какой рюкзак чувак рюкзак твой я с тобой поздоровался сказал пойду в туалет сейчас схожу вот сходил в туалет быстренько сейчас вернулся какой рюкзак и горья я не подходил ты мне дал рюкзак это твой рюкзак чё у него там типа скручены колпачки скручены я не поеду что резать нет зачем мысли егор что залезай скрызая нет ничего влетела я или чё зачем багажник его чё за фигня да чё я не знаю чувак ты ночью приехал ты скрутил колпачки пока меня не было короче чувак ты встрял сейчас костарей егор ты мне дал рюкзак это твой рюкзак егор не давал себе у тебя провалов памяти что ли я не дал рюкзак мне на самом деле очень стыдно мы с ири стоим просто реально его жестко подставляем просто нагибаем его реально каждое наше слово про него это вранье а он стоит оправдывается что-то пытается доказать блин чувак ссори реально я тебе ничего не давал я стоял я не пойду никуда пойдем сказать он получается вы сидели в машине он начал крутить колпачки у вас что он подходила скажи честно у себя я отвернулась один раз может быть в тот момент скрутил нет я не подходил к машине ира нет я не подходил ты не отворачивалась я стоял с тобой все время но знаешь я отворачивалась не один раз несколько раз ты мог несколько что я бы не успел открутить за пять минут колпачки я тебе первый раз жизни вижу я не знаю какой ты человек вдруг это правда ты взял и открутил зачем мне колпачки крутить я не крутил колпачки ира серьезно я стоял как они у тебя оказались знаю мне дал рюкзак егор вот врать тоже не нужно сейчас эти никакой рюкзак не давал во первых ты мне дал рюкзак и что это что я не подходил к машине я стоял сыро куда я попал то нет я таких как ты знаешь что вы таких как я лучше не знать я к машине не подходил как как они тебя оказали я повторяю мне дал рюкзак егор все смысле ира вру ира в смысле вру давайте уже как решать вопрос я думаю так девочки иди пока машину я не подходил к машине у тебя на 50 кусков 50 кусков колпачки до гор скажи оригинальные гор что за фигня серьезно слушайте я наверное ну я могу идти раз уж вы тут просто как бы зачем просто про егор зачем что зачем что ты делаешь ну серьезно типа не смешно очень не смешно а чё я сделаю чувак а чё я сделаю сейчас мечу проблемы нужны что ли мне проблемы не нужны какие проблемы ты мне рюкзак я не видел чтоб тебе его давали он у тебя в руках не знаю я в нем нашел свои колпачки поедем ко мне домой посидишь у меня там недель пока за тобой мама в какой-то момент я увидел что паренька заследились глаза он реально стоял безысходности не понимал что ему делать ну ясное дело я бы тоже обосрался будь я в таком возрасте если бы надо мной устроили такой правильный что вы делаете мужчина залезть багажник залезть багажник слышишь лучше лучше залезть багажник серьезно серьезно что вы проблем у тебя не было залезть багажник залезть багажник посмотри что на багажник в чем проблема да просто посмотри в багажнике девор извини пожалуйста реально извини вот такое у нас получилось первое знакомство вот мы снимем обязательно снимем все снимем типа только в другой день ладно не сегодня мы его снимем когда я тебе напишу я тебе напишу мы все обязательно снимем ну вот сегодня вот так так вы не хотели меня забрать я не знаю спроси у этого артура хотел забрать или не хотел я просто стою и выходит дед на лампе какой-то я вообще не понимаю что на деда похоже что ли какой артур вообще-то не дед слушай никакой он не дед а камеру в машине не заметил сначала нет я не замечал камеру я очень сильно стресс помимо того что холодный его это стрёмно было очень когда никогда в лампе не сидел серьезно посиди офигеть офигеть а можно показать как-нибудь можно я первый раз сижу в лампе и это я всегда хотел побывать таких машинах подобных а как вы на такую машину заработали как 30 миллионов но чувак это на самом деле упорный труд просто работать на честной работе вот и все у тебя получится вот но если будешь стараться сейчас станешь популярным скоро в сниппете снимешься вот и да кстати да и все заработаешь себя на лампурус она даже стоит она просто стоит у нас на педаль не жмет она просто отстреливает смотрите вот такой вам легенький пранк перед новым годом чел не на шутку сегодня испугался но был очень рад что познакомился с кирой и со мной был очень рад что посидел в ламборгини посмотрел как там все устроено потому что это была его детская мечта ну а мечты под новый год обязательно должны сбываться паренька тоже было моментами жалко но по итогу все хорошо он улыбался и я этому очень сильно рад друзья поздравляю вас с наступающим новым годом хочу чтобы у вас в новом году исполнили все ваши мечты чтобы вы нашли занятие которым вы будете заниматься как я когда-то нашел и вот я 8 лет занимаюсь одним и тем же занятием и желаю вам также найти в новом году себе занятие которое вы будете заниматься 10 лет еще с вами не прощаюсь это не все сюрпризы на этот год так что ждите финальный сюрприз с вами был декстер ставьте лайк если понравился ролик и подписывайтесь на мой канал